Я думаю, что мой компьютер только не поддерживает эту программу. А у вас какая? Итак, добрый вечер. Мы начинаем сегодняшний наш семинар на тему создания кнопок для запуска макросов в среде Microsoft Excel. Все, что я буду рассказывать, в принципе, очень похоже на подобные же возможности и в других приложениях Microsoft Office. Но почему мы взяли Excel? В нем макросы требуются чаще, их действительно используют регулярно. И вот тут небольшая такая тема для обсуждения. Каким образом сделать запуск макросов проще и удобнее, привязав их к кнопочкам? Ну и, собственно, это как раз мы посмотрим в разных вариантах, разными способами. Какие именно варианты будем рассматривать, это как раз можно уже сразу озвучить. Мы поговорим о том, как создавать кнопки для запуска макросов в Excel. Во-первых, на вкладках рабочей ленты. Во-вторых, на панели быстрого доступа. И, в-третьих, кнопки на рабочих листах в файлах Excel. Все эти способы мы посмотрим. Я их покажу и обсудим, в конце концов, какой вариант вам покажется удобнее для тех или других случаев. Что вы сразу возьмете на вооружение, с чем, возможно, будете встречаться позже. Ну а для вас все это подготовил заяву Андрей Николаевич. Я, собственно, этот вебинар как раз буду проводить. И все эти моменты для вас покажу, расскажу. Итак, с чем мы начнем? Ну, во-первых, с того, что такое макросы, которые мы собираемся запускать с помощью кнопочек, где они у нас могут храниться и как с ними работать. Напомню, макросы в Excel – это средства для автоматизации действий пользователя. Создать их можно разными способами. Можно записать автоматически с помощью кнопки «Запись макросов». Можно запрограммировать вручную или найти готовый макрос, скопировать и его использовать. В Excel, напомню, для тех, кто знает или просто еще разочек это подчеркнул, макросы могут храняться не во всех файлах. Вот стандартные книги Excel и Excel SX макросы не поддерживают. А поэтому, если мы используем макросы, то они могут располагаться либо в книгах Excel с поддержкой макросов в формате XLSM или в двоичных книгах Excel в файлах формата XLSB. И, соответственно, для запуска макросов есть различные способы, стандартные, и плюс еще вариант создания кнопок, которым можно воспользоваться. Ну и я давайте как раз сейчас стандартные варианты, которые нам известны, и здесь кратко мы их только напоминаем, покажу. У меня в папке есть один из файлов, содержащий макросы. Это вот этот вот как раз файл «Мои макросы» Excel SXM формата. Книга Excel с поддержкой макросов. Запускаю данный файл. Я наблюдаю вначале, что в нем у нас надо разрешить редактирование. Подтверждаю это. Затем система безопасности говорит мне о том, что здесь есть макросы, которые сейчас отключены. Я их, естественно, собираюсь использовать, поэтому включаю содержание. А вот дальше следующий момент такой. Я хочу посмотреть, где эти макросы, которые здесь уже есть, и попробовать их запустить. Ну, для этой цели у нас есть, во-первых, стандартный способ. Запуск макросов мы можем осуществлять из списка макросов. Список макросов вызывается комбинацией «Alt F8». Или эта команда у нас находится вот здесь на вкладке «Вид макросы» – «Макросы». Вот она, «Alt F8». Ну, проще сочетание клавиш. «Alt F8». Запускается список макросов. И я вижу, что у меня сейчас в текущей открытой книге есть только один макрос, ранее кем-то запрограммированный. Называется он «Добавить новый лист». И я хочу попробовать выполнить этот макрос. Выбрал его имя, нажимаю «Выполнить». А вот это его действие. Смотрите, этот макрос делает следующее. В текущую книгу добавляет в конец новый лист, название которому задает автоматически вот такое. Сегодняшняя дата и время, когда этот лист был создан. Ну, и если я запущу этот макрос повторно, опять оттуда же «Alt F8». Выбрал его «Добавить». Ну, вот он мне создал еще один лист в конце, уже с другим названием. Еще он его красит каждый раз в какой-то новой необычной цель. Хорошо. Значит, это вот у меня такой тут макрос. Если мне подобные действия нужно очень часто делать, то можно для данного макроса назначить сочетание клавишек. Это у нас делается в том же самом окошке списка макросов с помощью специальной кнопки «Параметры». То есть я сейчас делаю «Alt F8» вызов макроса. И вместо того, чтобы выполнять, нажимаю кнопку «Параметры» и говорю, «А давайте у меня будет запускаться этот макрос по комбинации Ctrl и чего-нибудь там. Ну, новый лист, да, букву, я не знаю, какую использовать здесь. Ну, давайте русская буква «L» у меня где на клавиатуре. Даже никак не соображу. Вот она. А, это английская «К», но русская «L». Вот лист, там новый лист. Предположим, я решил такое сочетание клавишек. Все, окей. А теперь проверю. Я нажимаю Ctrl и русскую букву «L». Пожалуйста, сработал тот же самый макрос. Добавил мне новый лист. Нажму еще раз. Добавил еще один новый лист. В конец этой книги. В общем-то, все работает. Вот это вот действительно два несложных способа запуска макросов. Кем-то заранее созданных. Либо макросов, которые мы с вами сами создали, записали автоматически. Хорошо. Ну, а какой еще вариант для обращения к макросам можно предложить? Другой вариант – это завести кнопку, нажатие на которую будут запускать конкретные макросы. Почему этот вариант интересен? Ну, смотрите сами. Когда у вас всего один единственный макрос, то, в общем-то, добраться до него несложно. В списке макросов найти и запустить не проблема. Сочетание клавиш для него тоже можно где-нибудь записать, запомнить, там, в общем-то, обращаться к нему. Но сочетание клавиш может быть очень много. Если у вас макросов здесь 20 штук, название их в списке искать тоже не очень удобная вещь. Тем более, что имена часто бывают сокращенные на английском языке и так далее и тому подобное. Поэтому гораздо удобнее будет для каждого макроса завести какую-то понятную наглядную кнопочку и к нему обращаться. Хорошо. Ну, тогда давайте посмотрим, какие варианты кнопок мы можем здесь в Цель для этого применить. Для создания кнопок для максов мы можем использовать следующие места. Во-первых, расположить кнопки на вкладках рабочей ленты. Во-вторых, вывести кнопки на панель быстрого доступа. И, в-третьих, использовать кнопки, расположенные на рабочем листе X. Где это все? Ну, давайте сообразим. Вот это наши вкладки. Значит, можно на вкладках размещать свои собственные кнопки и даже собственные дополнительные вкладки создавать. Это первый момент. Дальше. Вот это панель быстрого доступа. Там же, где у нас охотится кнопка «Сохранить» и «Отменить», можно добавлять какие угодно свои кнопочки для макросов. Ну, и прямо на листе рисовать. Вот здесь у меня лист для кнопок, какие-то свои кнопки. Вопрос, где мы возьмем макросы для всех этих кнопок? Ну, вот один макрос у меня готовый был. Ну, а другой я хочу попробовать сейчас записать автоматически, для того, чтобы этот макрос можно было потом где угодно попробовать применить. Ну, какой макрос запишу? Да, очень простой. Кнопочка автоматической записи макроса воспользуюсь. Единственное, что мне будет удобно, чтобы у меня появилась соответствующая вкладка для того, чтобы я мог добраться до всех этих команд. Ну, значит, если у вас есть вкладка «Разработчик», доступно сейчас, то очень хорошо. Если нет, то файл… Так, это я, извините, не в том месте, в Excel, надо переключиться в Excel. То есть в Excel я захожу на вкладочку «Файл», «Параметры» и здесь у меня «Настроить ленту». Я включу вкладку «Разработчик». Изначально она может быть выключена, но вот сейчас я специально включаю, чтобы было доступно. Значит, на вкладке «Разработчик» я хотел бы сейчас воспользоваться кнопкой «Запись макроса». Кстати, и список макросов здесь вот она, кнопка тоже у нас есть. То есть вот этот список. Я хочу еще один макрос автоматически записать. Значит, что будет делать этот макрос? Он будет у меня на листе, который я заранее выберу. То есть не то, что он у меня будет выбираться в процессе записи макроса, а заранее выберу какой-то лист. Вот на этом листе данный макрос будет делать следующее. Удалять все формулы, заменяя их на значение. Вот на этом листе, ну, характерно, то есть там данные 2017, данные 2018, у меня есть столбцы с формулами. Вот тут дата окончания формула, целая колоночка. Вот сумма суточных, тоже какая-то формула. Я хочу заменить эти формулы на значение. Как это сделать? Ну, проще простого. Если бы я делал вручную, то выделил бы весь лист, дальше скопировал бы все, что здесь есть в буфере обмена, и специальной вставкой ставил бы потом из буфера только значение. Вот, собственно, это сколько придется сделать действий. Вначале выделить лист, потом копировать, потом специальной вставкой там что-то выбрав ставить, потом снять выделение, очистить буфер обмена. Вот 4-5 операций. Я это заменю на одну кнопочку, это у меня будет макрос сделать. Хорошо, пробуем записывать такой макрос. То есть я иду на вкладке разработчик, нажимаю кнопку запись макроса. Макрос будет у меня сохраняться в этой книге. Назову я его, как его назвать там? Он меня что будет делать? Удалять формулу, да? То есть заменить формулу на значение. Ну, можно так и назвать. Замена формулу на значение. Напомню, кто раньше с макросами дело не имел, когда мы даем имя макросу, пробелы и другие значки в названии недопустимы. Да, поэтому я пишу или слит на каждую букву, там просто в слове заглавную делаю первую. Так зрительно нагляднее получается. Или можно использовать символ нижнего подчеркнуя, тоже единственный допустимый значок в названии макроса. Обратите внимание, что это имя, оно у нас потом будет в списке макросов доступно. Если хотите сразу для этого макроса сочетание клавиш, вот, пожалуйста, можно здесь его назначить. Ну, Ctrl-Z, замена, сделаем вот такое вот сочетание. Сохраняю все это в этой книге, в том файле, где мы сейчас и находимся. Описание писать не обязательно. И дальше окей, что я делаю на листе, на котором сейчас расположен. То есть выделяю все, потом копирую в буфер обмена, затем иду в меню специальной вставки, вставляю не все, а только значения. После этого возвращаюсь в ячейку А1, чтобы снять выделение, а чтобы очистить буфер обмена, еще нажимаю Escape. И на этом останавливаю запись данного макроса. На вкладке разработчик кнопка остановить запись. Все, макрос записался, я закончил его записывать. Проверю, что тут творится. У меня здесь были формулы, если помните, теперь только цифры и значения. А на другом листе там по-прежнему все те же формулы остались. То есть мы можем проверить, применить этот макрос на другом листе. Но прежде чем применять, я файл сохраню, потому что макрос у меня хранится в этой книге. Вот вместе с книгой сохранюсь. А теперь проверяю. Как я запускать буду этот макрос? Ну вот, как мы до этого пробовали. В списке макросов. Вот замена формулы назначения для другого листа. Что-то промелькнуло, и формулы здесь пропали. Все это превратилось в цифры. И в даты. Все в порядке. Очень здорово, очень хорошо. То есть это у нас получается. Вот у нас уже два макроса. Один был кем-то запрограммирован ранее, другой я записал автоматически. И теперь я смотрю, мне для этих максов понадобятся кнопки. Зачем? Почему? А все очень просто. Дело в том, что у меня такие максы, возможно, придется применять многократно и для других подобных файлов. У меня, может, макрос хранится в этой книге. А запускать я могу и в этом файле, и, например, в книге с данными. Вот у меня есть файлик .xlsx. Там, если открыть его параллельно, сейчас я его запущу, находятся аналогичные какие-то, пожалуйста, листы с данными, с точно такими же формулами. И я могу применить этот макрос для них. Ну, а для этого мне, естественно, неудобно будет захватить опять список макросов, искать тут по названию, да еще выясняется, что это в соседнем файле находится. Я хочу вывести кнопочку. Вот, собственно, это сейчас мы и будем делать, но разными способами все это попробуем изобразить. Значит, начну я тогда пока что не из того, что открываю этот файл. Это когда понадобится, я к нему вернусь, возвращусь. Вот, я хочу для начала рассказать, как мы эти кнопки будем делать. И начнем мы с первого варианта. Кнопка на вкладках на рабочей ленте. Для того, чтобы расположить такие кнопки на вкладках, мы с вами вызываем меню файл параметры, заходим в пункт настроить ленту, и там делаем следующее. Либо создаем новую вкладку, нестандартную, либо, если у нас какая-то вкладка стандартная, с порцией мы хотим для нее сделать кнопочку, там необходимо обязательно создать новую группу. Когда же создаешь новую вкладку, она обязательно не пустая, в ней хотя бы одна новая группа сразу присутствует. После этого добираемся до списка макросов и добавляем и один, и другой, и третий в соответствующую группу в виде кнопочек. Ну, а дальше там внешний вид настроить этих кнопок можно подрегулировать. Где эти команды все находятся, я сейчас как раз буду демонстрировать. Значит, находиться можно в этот момент в любом из файлов, но я буду находиться в том файле, где у меня, собственно, макросы хранятся. А вот этот соседний, чтобы не путаться, я не знаю, по какой причине, я здесь оставил лист для кнопок, он здесь не нужен. Давайте я удалю. Вот они тем самым будут отличаться. Здесь только данные, а там у меня и данные, и лист для кнопочек вот в этом файле я нахожусь. Так, ну и, собственно, куда мы идем? В меню «Файл», «Параметры», «Настроить ленту». Вот сюда. «Файл», «Параметры», «Настроить ленту». Что здесь? Здесь, посмотрите, у нас есть список всех основных вкладок. В чем это стандартные вкладки? Они изначально включены, кроме вкладки «Разработчик». Какие-то здесь вкладки еще связанные с настройками, могут быть подключены дополнительно. Но также вы можете создать собственную вкладку, либо на имеющейся вкладке создать группу. Вот я даже не знаю, добавить эту группу на вкладке «Разработчик» или создать вообще свою собственную новую вкладку. И так, и так можно. Ну, предположим, я решил создать собственную вкладку. Нажимаю «Создать вкладку». Смотрите, появляется у меня новая вкладка и в ней новая группа. И то, и другое написано «Настраиваемые». И наша задача – сделать их названия более понятными для работы. Поэтому я выделяю вначале новую вкладку эту и кнопочка «Переименовать». Пожалуйста, можно название сделать не новая вкладка, а там какая-нибудь моя вкладка. Это вы просто не нажимаете? Я ее подсвечиваю, эту вкладку, и кнопку «Переименовать» нажимаю. «Переименовать». Для стандартных вкладок у вас переименования работы, скорее всего, не будет. А это вот можно только для тех, которые здесь подписаны как «Настраиваемые». И новая группа. То есть новая группа тоже переименовать. Я назову ее «Моя группа». Ну, как-то так, чтобы было немножко отличие, что у нас это получилось. Вот если сейчас остаюсь в таком виде, как есть, но вы не уходите из этого окошка. Я временно уйду, сейчас «Ок» нажимаю, потом вернусь. Значит, знаешь, что появится? У меня появляется новая вкладка, название «Моя вкладка», и в ней пока что пустая группа кнопочек. То есть кнопок никаких нет. Где эта вкладка расположена? Там, где мы сами укажем. То есть она у меня сейчас располагается после вкладки «Разработчик». Я ее мог переместить и в самое начало. Поэтому я сейчас вернусь туда же, где был в параметрах, настроить ленту. Вот мою вкладку я могу поднять выше. Вот здесь, например, для нее стрелочку вверх нажимать. Да, таким образом она у меня будет вторая или третья по счету на ленте располагаться. Она у меня, например, после вкладки «Главная» сразу же будет идти следующая. Хорошо. Ну а теперь вот в эту вот мою группу я хочу добавить кнопочки. Какие кнопки можно сюда добавлять? Во-первых, можно добавлять любые стандартные действия, которые есть в Excel. То есть нужна вам часто автосумма. Ну, взяли и добавили автосумму. Выделили эту команду и нажали кнопочку «Добавить». Но это неинтересно. То есть это просто стандартные операции, которые и так есть в меню. А вот если вы хотите добавить что-то нестандартное, значит, вы выбираете вот здесь команду «Макросы». Выбрать команду «Макросы». И видите имена тех макросов, которые вам сейчас доступны. Это макросы из этой книги, где мы, собственно, и находимся. Выбираете их и добавляете один и второй сюда, в эту группу. Ну, а так как у вас эти кнопки, они стандартные, а не стандартные, а наши собственные, пользовательские, то для них можно разные картинки использовать и пояснительный текст подправить. Вот дальше, после того, как вы сюда их добавили, кнопка «Переименовать» для каждого из них позволяет выбирать изображение, рисунок. Ну, например, новый лист. Вот можно вот эту картиночку выбрать. Или вот такую, похоже на эту. И здесь «Добавить новый лист» можно написать просто «Новый лист». покороче подпись. И без пробелов, с пробелами нормальным человеческим языком. То же самое здесь. Замена формул значений. «Переименовать». Я говорю, на что это похоже? Замена формул значений из того, что здесь у меня нарисовано на картинках. Даже не знаю, на что это похоже. Ну, вот, например, вот на такую штучку, скажем. И напишу не «Замена формулу назначений». А, формулу назначений. Вот так. Перевод формул значений. Ну, а, короче. Все. Окей. И теперь смотрите. Вот она, эта вкладка. Моя вкладка. Прямо вторая идет здесь. И вот тут в ней расположены как раз соответствующие кнопочки. Ну, автосуммы – это обычная стандартная кнопка. Если я буду нажимать, то ничего интересного не появится. То есть, ну, вот, добавил здесь формулу с автосуммой. А если я нажму формулу «Превратить значения», то на текущем листе это и произошло. Вот, я смотрю, только что добавленная автосумма превратилась в цифры. Сработала эта кнопка. Пожалуйста. Ну, а новый лист тоже можно проверять. Нажимать на кнопочку. Вот. Есть такой лист. Хорошо. Вот это мы с вами попробовали здесь сделать. Дальше тогда вопрос. В чем неудобство того, что я сейчас показываю? Преимущество налицо. Крупные кнопки, целую вкладку для них можно завести. Сколько здесь еще расположить можно всего интересного в ширину? Да, пожалуйста. Не хватит одной вкладки, вторую сделаем и третью. Но момент такой. Эти настройки, они никак не сохраняются вместе с рабочим файлом, где находятся наши макросы. Они остаются общими настройками для данного рабочего места. Вот на этом компьютере у меня как раз вот так все это будет выглядеть. Приходите с файликом, который у меня здесь содержит макросы, на другой компьютер, скопируйте туда. Эти кнопки там, естественно, никак не появятся. В этом случае вопрос, а как быть? Там придется заново рисовать такую вкладку и все эти кнопочки. Да, но это скучно и неинтересно, поэтому есть любопытный способ сохранить такие настройки. Другое дело, что это будет работать, если на другом компьютере у вас будет идентичная конфигурация, и файл вы положите с вашими макросами по аналогичному адресу, там, скажем, на диске c в такую же папочку. Иначе это действительно может не сработать. Но давайте попробуем продемонстрировать. Значит, смотрите, оказывается, мы можем с вами сохранить настройки, которые сделали в ленте, и потом их импортировать на другое рабочее место. То есть, возможно, импорт и экспорт ленты. Как это делается, давайте покажу. Значит, это у нас... Вот сейчас я вернусь обратно в файл параметры, настроить ленту. Здесь есть такая кнопочка импорт и экспорт. Мне нужен сейчас экспорт всех настройок. Что это за настройки? Это настройки и касаются ленты, и панели быстрого доступа. Ну, хорошо, давайте я их экспортирую. При экспорте создается файл с очень интересным расширением. Exported UI – это, соответственно, у нас экспортированный юзер-интерфейс. Получается, что это действительно файл с настройками интерфейса Excel. Название его может делать любое. Ну, а сохраню я его к себе в папку, где у меня все прочие упражнения находились. Вот сюда. Настройки... Ну, напишу там настройки ленты. Цель вот так называю. Сохраню. Что дальше? А дальше вот что. Я могу здесь сделать сброс настроек, представив себе, как будто я пришел на другое рабочее место. Все, просто сброс и все настройки. Все. Смотрите, после сброса всех настроек у меня нету здесь этой вкладки с моими кнопочками. То есть, ну, все вот стандартно, как обычно на любом компьютере. А дальше я говорю, ну, я же это сохранял. У меня же где-то файл с сохраненными настройками имеется. Вот он такой вот доступен, где-то в папке лежит. Сейчас попробую из него восстановить настройки. Значит, иду туда же, в параметры Excel, настроить ленту, импорт и экспорт кнопочкам, импортировать файл настроек. Ищу, где он у меня был сохранен. Вот здесь. Мне говорят, будет замена существующих настроек на те, которые там. То есть, если я до этого рисовал здесь какие-то кнопки и не сохранял их, то они не будут нигде зафиксированы, а на их место будут нарисованы те кнопочки, которые в файле с сохраненными настройками. Я вот у меня включил кнопку «Разработчик». И еще добавил донбу вкладку «Моя вкладка». И с кнопочками. И кнопки эти у меня работают. Все, окей. Получается, вот так вот это можно сделать. Ну, получается, что вместе с файлом, где у вас хранится максер, вам еще надо будет копировать вот этот файл настройку. Хорошо. Это первый вариант создания кнопок. Многим нравится, но, видите, имеет некоторое неудобство при переносе это на другие рабочие места. В целом же, для своего постоянного рабочего места очень неплохой вариант решения. Хорошо. Следующий момент. Попробуем разместить теперь кнопки на панели быстрого доступа. Кнопки на панели быстрого доступа точно так же мы можем с вами выбирать, создавая для заранее существующих макросов. Но здесь есть два возможных варианта. Можно сделать кнопки в панели быстрого доступа, доступные для всех документов или только для текущей книги. Да, это сейчас там же в параметрах я покажу. Значит, если вы создаете кнопки для всех документов, то, естественно, эта настройка остается только на текущем рабочем месте на вашем компьютере. И ее, поэтому есть смысл сохранять, опять-таки, вот так же экспортируя в файл настройках. Если же вы хотите сделать кнопку только для текущей книги, то вот здесь ничего сохранить не нужно. Эта кнопочка будет у вас сама появляться при открытии файла и исчезать при закрытии файла, в котором, собственно, она была создана. Вот это вот интересная вещь. В этом случае рабочую книгу копируешь куда угодно, и вместе с ней эти кнопочки также появляются. Для предыдущего варианта с лентами такой возможности у нас не было. Для панели быстрого доступа такая возможность существует. Поэтому покажу оба варианта. Значит, у меня одна кнопка будет общего назначения для всех документов, а другая кнопка будет только для текущей книги работать. И посмотрим, что из этого получится. Так, значит, что я делаю? Переключаюсь в Excel. Ну, вот в этой книге, где у меня были все исходные данные, я добираюсь опять в файл параметры. Дальше здесь панель быстрого доступа. Раздел. И вот тут, смотрите, выбор мы делаем, опять-таки, или из стандартных кнопок, которые есть в Excel, или из макросов. Я убираю макросы. Вижу, у меня сейчас доступны два макроса. А вот куда их добавлять? Здесь предлагаются два варианта. По умолчанию для всех документов, или только для файлов, в котором вы сейчас находитесь. Ну, вот у меня здесь для файлов мои макросы. Давайте попробуем. Я сделаю одну кнопку для всех документов, другую только для моего файла. Вот для всех документов будет замена формулы назначения. Это в любой книге может пригодиться. Действительно, актуальная вещь. Поэтому беру, выбираю этот макрос, добавить, делаю. И внизу кнопочка «Изменить» позволяет мне еще то же самое выбрать картинку, какую я там использую. Вот эти вот какие-то стрелочки. Замена формулы назначения. Окей. Вот такая книга. А вот второй макрос я добавлю только в текущую книгу. Поэтому выбираю здесь в настройках панели быстрого доступа для мои макросы. Вижу, что для моих макросов у меня здесь никаких кнопок еще нет. И добавлю следующее. Во-первых, я хочу добавить разделитель. Вы сейчас увидите сами, что это такое. Разделитель. Там вертикальная такая будет полосочка. Вот. И потом уже добавляю макрос «Добавить новый лист». А для него изменяю настройки. Здесь подправлю текст немножко. И я выбираю вот такую картинку. Окей. Получилось. Все эти настройки при этом я хочу сохранить. Заодно проверим, как это будет сделано. Здесь аналогично импорт и экспорт настроек возможен. Значит, я говорю, хорошо, давайте я экспортирую все настройки. Тот же самый файлик просто перезапишу, который у меня был. Вот настройки ленты. А, у меня там настройки ленты называются. А здесь и не только ленты, но и панели быстрого доступа. Но не важно. Перезаписан. Все. Окей. Окей. Ну, это же самое. Бывает. Ладно. Ну, отправим письмо Майкрософту. Нет, я не понимаю. А, и у вас зависло, да? Да. Оригинально. Как прекратилось, это я попыталась, наверное, почувствоваться правильно. Что все вылетело по-моему. Там. Интересно. Ну, что-то вылетело бывает. Сохраню эту восстановленную версию. И еще раз для чистоты эксперимента. Я надеюсь, что там много куда не пропало, сохранилось. Но, тем не менее. Попробую еще раз. Вот мои макросы файлик. Вот он. Я проверю, все ли здесь на месте или нет. Вот моя вкладка здесь. А вот кнопочки вот эти, по-моему, на панели быстрого доступа не записал. То есть вылетел. Ну, бывает. Бывает, когда у него перезаписаны здесь настройки ленты. Вот этот файл. Посмотрим. Так, теперь файл параметры. Я зайду и настрою клиенту. Значит, импорт-экспорт. Импортировать файл настройки. Не уверен, что получится, но проверим. Не страшно. Непредвиденные обстоятельства. Заменить существующие. Да. Ок. Нет, у меня, короче, не записал он кнопки, которые делал на вклад, на панели быстрого доступа. Ну, ладно. Бывает такое. Не буду сейчас специально усердно это повторять. Боюсь, что опять зависнет. Потом попробую. Вообще не должно такого было быть. Но, тем не менее. Значит, я говорю, вот это у меня макрос, который я размещу вот здесь. Для всех документов общий. Не страшно. Повторю. Немножко. Окей. Вот. И дальше для моего файлика я тоже с разделителем добавить новый лист. Вот этот макрос. Обязательно новый лист добавляю. А не этот макрос? В смысле? Нет, ну это у меня два макроса. Я для каждого отдельную кнопочку решил сделать. А, абсолютно. То есть это просто. Все, хорошо, сохранюсь. Пока ничего не вылетело у меня. Вот смотрите, вот эта кнопка у меня обрабатывает любой лист, где есть формула. Ну, было там такое, что была у меня автосумма. Вот здесь вставлена. Я потом эту формулу заменял на значение. Вот она, эта кнопочка. Замена формулы на значение. Готово. Единственное, эта формула, этот макрос у меня возвращает всегда в ячейку А1. Поэтому курсок куда-то убежал так далеко. Хорошо. А вот эта кнопка у меня добавит новый лист. Добавлю. Ну, а дальше смотрите. Если я переключаюсь в соседний файл. У меня же два файлика было. Открываю файл данные. Вот у меня для этого файла данные. Замена значений на формулу на значение кнопочка есть. А кнопка новый лист не появляется. Почему? Потому что я ее создавал только для данной книги. То есть, вот здесь она есть. Закрываешь эту книгу. В соседней книге у меня такой кнопочки не появляется, нет. Значит, интересная вещь. Поэтому получается, вообще, для любого нового файла, ну, просто совсем Excel закроем. Если открываете Excel, то вот эта кнопка всегда доступна. Замена формулы на значение. Она хранится, значит, на этом компьютере. Ее можно конфигурацию сохранить так же, как и вот эти вот вкладки. А та кнопочка, она появляется, когда я открываю файл. Мои макросы. Потому что я ее в этом файле не сохранял. Она мне здесь и доступна. Вот такая вот любопытная штука. Так, хорошо. Значит, это вот у нас такой момент. Ну и, наконец, надо показать еще, какие способы есть создание кнопок. А потом, у меня тут вопрос, я вижу, Николай задал. Я потом к нему вернусь. Хорошо. Значит, третий вариант – это кнопки на рабочем листе Excel. Значит, смотрите, в предыдущих случаях у меня было так. Первым способом я создавал кнопку только для, в целом, Excel, всего для этого компьютера. Для панели быстрого доступа возможны оба варианта. Кнопочка общая для любых файлов или кнопочка только индивидуально для этого файла. А бывает вообще удобно сделать кнопку индивидуально не только для этого файла, но даже для какого-то конкретного листа. Вот в рабочей книге часто как раз размещают кнопочки прямо на листе, и эти кнопки запускают те или другие действия. У вас в рабочей книге, например, этих операций требуется много, и прямо отдельный лист специально под кнопки такой создает. Насколько это удобно – это второй вопрос, но действительно такая возможность существует, надо попробовать это сделать, а уже дальше смотреть, где это будет интересно или где это, вы увидите, у вас уже это используется. Значит, создание кнопок. Для создания кнопок у нас существует два типа элементов. Так называемые элементы управления формы и элементы ActiveX. Разница между ними заключается в следующем. Элементы управления формой не требуют программирования. То есть для них заранее подготовленный макрос просто надо указать в момент создания кнопочки, привязать кнопку к макросу, и никаких программ не нужно будет ручной писать программирование. Мало того, можно даже делать так. Рисуйте кнопку и говорите, для нее нет макроса, я сейчас автоматически запись выполню макроса, то есть прямо на ходу его записывать. Если же брать элемент ActiveX, то здесь мы кнопку с вами вначале рисуем, потом настраиваем ее внешний вид, и потом для нее пишем программный код. Там есть особый режим конструктора и так далее. Процесс более длительный, внешне при этом вы получите практически такую же серую кнопочку, и принципиальные преимущества многим остаются непонятными, то есть зачем, что нам это дает. Но, естественно, элементы ActiveX имеют расширенные возможности, только другое дело, что этими расширенными средствами практически никто и не пользуется. Ну вот, давайте покажу, где это все находится. Для того, чтобы создать сейчас эти кнопки двумя способами, нам нужно вкладку разработчиков. Если она у нас не включена до сих пор, то теперь это не поздно сделать, включить. На вкладке разработчиков у нас есть такая группа кнопок под названием элементы управления, и на ней кнопочка вставить. И вот, когда вы это развернете, кнопку вставить, здесь как раз будет две группы элементов. Элементы управления формой и элементы ActiveX. И в той, и в другой группе элементов первый элемент называется кнопка, но только в одном случае кнопка элемент управления формой, во втором кнопка элемент ActiveX. Естественно, я покажу вначале вариант более простой кнопочки, кнопка элемент управления формой. То есть, выглядит это очень просто. Фактически, это прямоугольничек, привязанный к ранее созданному макросу. На листе, вот на этом я хочу расположить данную кнопку, выбираю элемент управления формой, рисую прямоугольничек, и мне предлагает в открытом окошке выбрать макрос из списка. Причем, если этот макрос есть, выделяете его, пожалуйста, привязывайте к нему кнопку. Если его нет, то вот тут возможность записать макрос прямо на ходу новой, запустить запись нового макроса. Но это неудобно, проще записать заранее, потом к нему обратиться. Я говорю, ну давайте вот это, добавить новый лист. Выбрал, окей, кнопка готова. Но для того, чтобы было понятно, что она делает, какое действие выполняет, я могу здесь на ней поменять пояснительный текст. То есть, это у меня будет называться новый лист. А здесь я в скобочках напишу, что это у меня элемент управления, элемент формы. Как он там назывался? Элемент управления формы. Так, если правым щелчком щелкнуть, то можно размеры кнопки менять. Вот так вот. Или редактировать текст, который здесь написан. Элемент управления формой. Хорошо. Проверю, как работает эта кнопка. Вот я ее нажимаю здесь. И, пожалуйста, добавляется в книгу новый лист. Ну, собственно, макрос работает. Если хотите переназначить этой кнопке другой макрос, то правый щелчок, здесь есть команда назначить макрос. Вот вы говорите, не этот макрос, а вот этот использовать. Или наоборот, вернуть назад вот этот макрос. То есть, все очень просто. Никаких команд программировать не нужно. Вы просто обращайтесь к тому, чтобы было ранее создано и спокойно вот так вот вызывать. Есть такой момент. И эта кнопка, она в файле на листе так и сохраняется. Пожалуйста. Значит, еще раз повторюсь. Команда назначить макрос. Вот единственная настройка, которая нужна для данной кнопки. Ну, а вообще для этой кнопки очень много простых настроек. То есть, скажем, если вы хотите поменять текст надписи, я уже показывал, это правым щелчком щелкнули, и тут вот изменить текст, например, курсор замигал. Или правым щелчком щелкнули, и когда у вас выделилось все вокруг, размеры меняете, и текст здесь редактировать. Ну, в общем-то, это и все, что можно сделать в данном случае. А теперь я хочу сделать кнопку внешне похожую, но другим способом. Значит, это у нас вставить элемент ActiveX. Выбираю этот элемент ActiveX, рисую здесь кнопочку. У меня добавляется кнопка, на которой написано CommandButton1. Ну, естественно, этот текст можно изменить. Но вопрос в другом. Ну, смотрите, в отличие от предыдущей кнопки, где у меня была команда назначить макрос, здесь по правому щелчку такую команду не встретишь. А что здесь есть? Здесь есть команда свойства. Это чтобы менять, например, текст надписи, там цвет надписи и так далее. И просмотреть код. Это команда, которая позволяет нам запрограммировать действия кнопки. Мало того, это еще все у нас работает в особом режиме. Вот здесь обратите внимание, для данной кнопочки у меня здесь есть режим конструктора. Когда кнопка режим конструктора включен, я настраиваю кнопку, программирую ее действие, но она пока не нажимается. Когда выключаешь режим конструктора, эта кнопка ведет себя именно как кнопочка, но пока что она ничего не выполняет, но хотя бы вот так вот тонет и всплывает. В этом случае для нее правый щелчок уже не работает. А когда включаешь режим конструктора, для этой кнопки правый щелчок вызывает вот эти все команды. Поэтому, видите, сколько отличий. Для элементов ActiveX режим конструктора. И в этом режиме конструктора мы говорим о том, что есть настройки свойств и просмотр код. Причем без режима конструктора эти настройки не работают, логичнее, поэтому было бы сказать вот так, в режиме конструктора свойства и просмотр кода выпускаете. Хорошо. Ну а дальше? А дальше я могу попробовать сделать что-нибудь для данной кнопочки. Что сделать? Ну, самый простейший макрос, вручную запрограммирую ее, потому что здесь что-то более сложное мы, естественно, не собираемся обсуждать. То есть кнопка режим конструктора включена. Дальше я нажимаю вот здесь просмотреть код, просмотр кода, правым щелчком или вот этой кнопкой. И попадаю, обратите внимание, куда? В редактор вижу UBS, где у меня открывается модуль, связанный с листом, где я расположил эту кнопку. То есть это модуль листа для кнопок. Нет, нет, почему то же самое должно было открыться. Вот здесь у меня в этом модуле генерируется процедура для кнопки. Команд-баттн-один-клик – это ее стандартное название, а клик – это, соответственно, реакция на щелчок мыши. И здесь я могу сам что-то программировать. Ну, например, что я могу написать здесь? Месседжбокс какой-нибудь, msgbox и в кавычках написать какого-нибудь hello. Так, что-то я не понял, в какой момент я переключился на русский язык. Вот так вот, месседжбокс, hello. Это находится у меня процедура в листе, на котором я рисовал данную кнопку. Здесь видно название кнопки, команд-баттн-один появилось, событие-клик, и вот такая процедура с генерируется. Закончил это писать. Это окошко закрываю совсем, но я пока не закрываю, а в сторонку подвину. Но кнопочка пока что не работает. Для того, чтобы она начала работать, я еще хочу на ней надпись поменять. Это через свойства. Вот в окошке свойств здесь видно имя кнопки, name, а это caption. Вот caption я здесь могу написать, что это у меня… Можно и по-русски. Привет. А здесь напишу элемент активность. А вот это вы соус просто убрали. Ну да, да, да. Элемент активность. Ну вот я написал на кнопочке этот текст. Получилось. А вот теперь для того, чтобы проверить работу этой кнопки, мне необходимо отключить режим конструктора. И дальше на эту кнопку я пробую нажимать. Ну вот она у меня Hello вытает такое сообщение. Ну а могла бы выполнять любые другие действия, которые я в ней опишу. Ну, например, обращаться к какому-то другому максу ранее созданному. Или тому, который я записывал раньше. Но это опять требует вникать нас в программирование. Я включаю режим конструктора. Дальше переключаюсь в просмотр кода. И вижу воськи и говорю, а мне бы здесь запустить макрос, который у меня… Что он там делает-то? Добавляет новые листы. А где он? А это надо хотя бы минимальное знание о программировании уже знать. Потому что это надо вот здесь, в окне проекта, найти модуль. В этом модуле найти процедуру «Добавить новый лист». Ее имя отсюда позаимствовать, скопировать. А здесь командой call вызвать выполнение данной процедуры. И все это аккуратно, без ошибок. То есть руками вот так напечатать. Или скопировать сюда программный код, который там выполнялся. Или к нему обратиться вот таким вот образом. И после этого, да, теперь я отключаю режим конструктора. Нажимаю на кнопочку. Он мне говорит «Привет» и добавляет новый лист. Посмотрите, сколько мы времени на это потратили. Рядом аналогичная серая кнопка, которая это делает точно так же. Но для нее мне достаточно было просто выбрать из списка этот макрос, не печатать вручную его имя, а просто к нему обратиться и вот такую привязку сделать. Поэтому вывод-то какой? Для простых случаев вот эти вот элементы ActiveX кажутся слишком надуманными, слишком сложными. Спрашивают, зачем они вообще существуют. Но есть и интересное применение данных кнопочек. Если бы они не имели каких преимуществ перед вот этой кнопкой, никто бы про них и не говорил, и не вспоминал, и не обращался к ним. А тут получается, что у нас обычная кнопка элемента управления формы реагирует только на щелчок мыши. Для вот этих элементов ActiveX можно запрограммировать реакцию на любое действие пульса. Например, на двойной щелчок или на нажатие клавиши клавиатуры или щелчок правой кнопочкой мыши и так далее. Это, правда, программировать только вручную можно, но тем не менее. Вот хотите, можно сделать так, что эту кнопку даже нажимать не надо. На нее наводишься, она сработает. Ну, а тогда надо выбрать в следующий режиме конструктора. Вызываю просмотр, просмотреть код, просмотр кода. И выбираю для данной кнопки просто другое событие. Вот здесь вместо клик использую событие, которое называется у нас Mouse Move. Mouse Move – это движение курсора мыши. То есть мышкой двигаешь над поверхностью кнопки, срабатывает данное действие. Даже без щелчка мыши. И если сюда перенести данный программный код, то есть вместо того, чтобы у меня для событий клик, я отсюда вырежу, отсюда вставлю. Вот у меня будет, действительно, эта кнопка необычная, нестандартная по своему поведению. А то, что вот на кнопку выбираешь и поставить акилку не сработает, надо обязательно переставлять. В смысле? Ну, я вырезу, сюда вставлю. Нет, ну, можно перетащить было, без разницы. Хорошо. Окей. И вот теперь смотрите. Если на вот эту предыдущую кнопку мне надо нажимать, чтобы у меня добавился новый лист, то для вот этой кнопки мне ничего не надо. На нее наводишься, и она уже сработает. То есть я навожусь только, а у меня уже привет, hello, вот это, и срабатывает действие, и там листы добавляются. Вот из-за таких мелких деталей у нас могут быть интересны и кнопочки ActiveX. Ну, а поэтому вообще все вот эти элементы, которые мы здесь видим, элементы ActiveX, они имеют некий расширенный функционал. Хотя с ними больше возни, больше настроек, и поэтому, конечно же, в простых случаях элементы управления формой упрощают нам заметную жизнь. Ну, считается как? Microsoft элементы ActiveX создавал для программистов, а вот эти элементы управления формой для обычных продвинутых пользователей, которые могут записать макрос автоматически, но в целом в программирование не лезут. Значит, для простых задач в Атеке. Ну, честно говоря, и для сложных задач во многих случаях эти элементы управления формой тоже вполне подходят, если нет какой-то особой ситуации, каких-то пожеланий для этого. Ну вот, собственно, пожалуйста, показаю вам все варианты, которые мы можем здесь использовать для различных кнопок, для запуска макросов теми или другими способами. Единственное, это, конечно, не все, что можно было бы вообще предложить. Есть варианты такие, когда макрос запускается без всяких кнопок. Это, например, автоматический запуск макроса при открытии файла, при добавлении нового листа, при удалении данных из какого-нибудь столбца. Да все что угодно. Можно придумать и вот такие ответные реакции и запускать на них макросы. Но это тема отдельного семинара, который тоже, в общем-то, можно в будущем запланировать. А так, сегодня мы с вами как раз рассмотрели все вот эти вот три вида, ну, даже четыре вида кнопочек. И поэтому напоследок такой можно риторический вопрос здесь задать. Ну и какие же по вашему кнопки для макросов лучше? Те кнопки, которые мы размещаем на ленте или выводим в панель быстрого доступа, или кнопочки, которые мы размещаем на листе, но создаем при этом разными способами. Кнопка элемента управления формы, который не требует программирования, или кнопка элемента ActiveX, для которой еще нужно создавать, пусть небольшую, но процедуру, программируя ее вручную. Вот такие вот средства у нас под рукой. Ну и, собственно, думаю, что здесь варианты ответов у каждого свои, но есть что-то, что можно сделать. Да, и вот сейчас пока подумайте на эту тему, потому что наверняка какие-то вопросы здесь могут появиться. Я пока озвучу вопрос, он очень в тему, как раз сейчас, который мне Николай задал. Значит, личная книга макросов PersonalXLSB при использовании связки с экспортом интерфейса обеспечится перенос данных между рабочими местами. Да, вот на самом деле, действительно, когда мы с вами создавали сегодня кнопки для Excel в целом, это были у нас кнопки на вкладках, например, для них было бы актуально хранить ссылку на максы, хранящуюся не в конкретной одной рабочей книге, а в личной книге макросов. Чем это действительно выгодно? Ну, обычный файл, он у вас лежит в какой-то папке. Если вы его удалили, то и кнопочки вашей работы перестали. Личная книга макросов – это все-таки системный файл, который у нас находится в более защищенном спрятанном месте, и там при этом сам автоматически запускается, когда мы открываем. И, соответственно, еще это к тому же скрытая книга. Поэтому случайно закрыть ее невозможно. Вот, в принципе, если на всех компьютерах, между которыми вы обмениваетесь своими решениями макросы, в смысле, личная книга макросов вас доступна, то есть системный администратор ее не блокирует никак, ничего, то да, это очень неплохое решение для такого же обмена общими настройками. Для макросов общего какого-то характера, которые могут быть для любой рабочей книги одинаково использованы, это можно рекомендовать. Но вообще я хочу сказать, что здесь вопрос тоже для большой дискуссии, и тут можно было бы еще, говоря, отдельный семинар спокойно на эту тему давать. Мне лично самому, мне очень нравится личная книга макросов, вместо нее я все-таки предпочитаю использовать надстройки. Потому что надстройка более надежная штука, хотя тоже имеет свои неудобства и недостатки. То есть если у вас накопились какие-то решения общего характера, сохранять их в файл надстройки, и в него добавлять кнопочки было бы более актуально. Ну, вот то, о чем я говорил, это, в принципе, у нас подробно обсуждается на наших курсах по созданию макросов среди Excel. Это Excel 4 и Excel 5 уровень, которые, собственно, у нас регулярно проходят, пользуются специалисты большой популярностью. И те, кто на них еще не занимался, приходите, там как раз эти вопросы можно с преподавателем более подробно обсудить. Так, хорошо. Какие-то еще вопросы? Ну, я думаю, что если будут вопросы, то их можно еще задать будет на обучении очном, или если вы будете заниматься удаленно, точно так же. А так, приходите к нам, специалист, на наши занятия, подключайтесь к нашим бесплатным семинарам. Спасибо за внимание.